Всем доброе утро! Мы уже позавтракали, я сходила, собралась, привела себя в порядок. Сейчас уже планируем скоро выходить на небольшую прогулку, но больше в магазин. Так, я закрою дверь, там сестра сидит в эфире, музыку слушает. Боюсь, что попадет музыка сюда, ко мне в YouTube. Я хочу первое сначала зайти в FixPrice. Помните, давным-давно я покупала такую мочалку силиконовую для тела. Я хочу купить еще, да я не Милане. Я купила себе, попробовала ее какое-то время, оказалось, что это супер вещь. Знаете, вот эти мочалки, которые покупаешь, ну, как я считаю, они одноразовые. Помылся, ты в любом случае из нее, из этой мочалки не можешь всю грязь полностью вымыть. И очень часто их приходится менять. Это очень большая трата денег. Когда я нашла силиконовую, я поняла, что это прям вообще рай. На много лет она не портится, грязь туда не заходит. Я вам сейчас вот тут фотографию ставлю, как она выглядит. Идеально, просто идеально. Поэтому сегодня хочу Милане купить и Даяне такую же самую, пускай будет уже на много лет. Вот, и ей надо сходить Даяне купить какую-то кофточку. Зайду в БО-магазин. У нас-то в тот раз, да я вообще ее выкинула, и была другая рука сломана. В любом случае бы та кофта не подошла бы. Надо что-то купить, когда, знаете, вот прохладные дни будут. Все, что у нас дома, мне жалко. Ворвать, резать. Поэтому, ой, куплю какую-то такую простенькую. Сделаю опять на пуговичках таких, на заклепках. И будет носить, когда будет прохладно. И, да. Ей все немножко такая заторможенная. Я не спала практически всю ночь. Я не знаю, я вроде хожу, вроде я адекватная, да. Я уже не нервничаю, уже успокоилась. В принципе, все хорошо. Но я всю ночь не могла уснуть. Мало того, что я уснула только в час ночи. Я все ждала, когда Даяна начнет плакать. Потому что, помните, как в прошлый раз я говорила, как она очень сильно плакала. Вот эти 2-3-4 ночи я точно не помню. Просто истерически орала, похныкивала, вертелась, крутилась, постоянно пыталась лечь на живот. Сегодня все было хорошо. Она даже ни разу не проснулась за всю ночь. Да, она вертелась. Поэтому я ей плохо спала. Потому что был страх, знаете, что она опять захочет завернуться себе на пузо. Что делать нельзя. Но прошло все отлично. Но я все равно не спала. И вот как в 5.50 встала, так и все. Спать хочется, правда, но я уже потерплю. А вот, естественно, и принцесска наша. Ну, как ты себя чувствуешь? Расскажи всем. Классно? Сегодня утром. Она сказала, что ей немножко болит. Дала ей порцию норофена. Кстати, давай покажем твой гипсик. Дожди, стой, дай я расстегну. Расскажи, что вчера произошло с гипсом. Милана мне нарисовала очень красивый смотрики. Давай вытащим, покажем радужный твой гипсик. Да не бойся, не бойся, ничего страшного, уже нет. Это пока он был сырой, нельзя было им двигать. Опа, смотрите, какая красота. Милана вчера пришла, сразу села, начала раскрашивать. Что там такое? Нет, это она вчера все раскрасила. Подожди, покажи. Красота. Такой симпатичненький, радужный, яркий. А это она хотела нарисовать Соника. А что ты еще хочешь, чтобы она тебе нарисовала? Еще Мишку с надписью люблю. Мишку с надписью люблю? Да. Да, вот здесь будет хватит места, в принципе, можно будет нарисовать. Да ничего страшного уже. Тебе больно, когда я так делаю? Да? Ну, ладно, больше тогда не будем. Один раз показали, и все. У меня была картина Мишка. Даешь, кто тут сидит? Играет. Это что, Майнкрафт? Да. А, левой рукой, конечно, много сложностей, очень много. Ей немножко тяжелее все делать, потому что не привыкла. Но будем учиться, ничего страшного. Научимся, привыкнем. Вчера, конечно, у меня была паника, когда я увидела, знаете, больше всего... О, левая, ё-моё! Ой, правая сломана, думаю, как? И знаете, перед глазами все действия, которые она могла бы делать, правые, но не может делать левые. Ну, как говорится, не она первая, не она последняя. Так что будем учиться. Так, сейчас, ладно, потом застегну. Мы сейчас туда уже будем выходить. Куколику там. Да? Да, вот там. Все, попозже включусь, потому что беру вас с собой. Ой, русалочка. Красота. Пучка Микки Маус. Идем в детский отдел. Да я не вчера подписчица скинула денежку. Вот ей надо куда-то их потратить все. Сейчас будут выбирать себе что-то. Ты это хочешь? Ну-ка, покажи, сколько стоит. Хватит у нас денежки? Хватает? Будешь брать? Да. Тихо. Крылышки светятся. Крылышки светятся. Посмотрите, какая красота. У него крылышки светятся. Я хочу, я хочу, я хочу. Классно. Берем, берем. Твои деньги тебе же тратить. Довольная. Как говорится, это самое главное, да? Так, пойдем. Мама тоже хочет себе что-то посмотреть. Я, как всегда, знаете, хожу. Смотрю там трилочки, кружечки какие-то красивые. Что-то для дома. Мне не обязательно покупать. Мне главное посмотреть, пощупать, походить. Я уже довольна, в принципе. Кружечек новых вроде как особо и нету. Таких прям валн. Нету ничего. Что? И рог светится. Ничего себе, какой у тебя единый рог. Она волшебная. Волшебная, да. Фея. Я ее, мама, назову? Фея? Нет. А как? Она будет из мамы феей, но я ее назову... Ну подумай еще. Кенди. Кенди? Как конфетка. Кенди. Кенди. Конфетка. Потратили деньги буквально за пару минут. И причем все. Я даже доплатила немножко. Давай пойдем сюда. Счастливая? Да. Да. Кенди. Скажи спасибо Натулику. Спасибо, Натулик. Так. Ну что, пойдем дальше. И опять я около красивой посуды рядышком. Все хочется. Вот взяла бы все просто, все. Красотень, красотень. Спасибо. Спасибо. Даяна проснулась, сидит со своей Кэнди. Да, они уснули вместе, и эта поня как шмякнулась на пол. Я на кухне, я-то отдернулась, я-то думала, Даяна упала с дивана, хотя, ну, не должна была, а тут поня упала. Так, сходили мы в магазин, единственное, я не нашла все-таки Даяне кофточку, мы, наверное, сходим еще завтра. Так, купили мы вот такую штучку, не знаю, будет ли тебе удобно такой рукой, посмотрим. Прикольно. На, сейчас дам тебе столик, ты можешь, в принципе, начинать, додвинь-ка немножко, поставлю ей сейчас, но аккуратно, пускай начинает сразу уже делать. Так, попкорн, купили Даяне вот такую мочалку, пока что пускай будет, она очень попросила. Стоило вообще копейки, евро 24, прикольный зайчик такой. Так, что еще я себе купила, посмотрите, какие симпатичные. А, тогда надо будет подождать. А, ну, давай. Опа, ухо. Вот такие, посмотрите. Сейчас, подожди, баночки. Я хочу купить небольшие упаковки кофе, потому что я пью крайне редко, и вот такая баночка вообще будет супер. И для чая. Но она была единственная, я бы для чая еще бы взяла. Давай. Чтобы рассыпнуть чай, знаете, разного вида насыпать. Но была последняя. Буду еще мониторить, возможно, появится еще. Что-то возьму, докуплю потом. Покажи. Ух ты, а куда их клеить? А, вот небо. На, вытаскивай. Баночки, кстати, стоили по 99 центов вроде бы, да. Так, и тут все, детям. Ой, они склеены. Жвачки. Мама. Ну, сейчас надо будет ждать потом. Так, что мы еще купили на денежку, которую подписчица нам скинула? Вот такие суперкрутые волосы с ободочком. У нас этих волос и ободков уже тьма тьмущая. Но, пускай, знаете, пока сейчас носит, пускай у нее будет их много, потому что, когда она станет подростком, скорее всего, у нее поменяется вкус. И этого я уже не увижу. Только если у меня будут внуки, внучки, точнее, внуки точно нет. Поэтому пускай. Так, купила еще белые носочки. Маме вот такой дозатор еще для мыла. Я недавно ей покупала один. Но так как они переехали, думаю, надо ей все новенькое. Такой красивый. Он пластмассовый, но такой, знаете, приятный. По ощущениям, стоил всего 3 евро. Красивый. Я бы себе, кстати, на кухню тоже поставила. Она будет померить. Мне кажется, он не влезет у меня. Ну, потому что кухня. Ну, да. Ладно, пускай потом. Так. Даяна попросила губной карандаш. Будет, говорит, губы красить. Да? Красотка. Красный цвет. Я говорю, возьми розовый. Нет, хочу яркий красный. Получается одной ручкой такой? Угу. Покажи. Ну, я думаю, научится. Клево. Пару дней привыкнет. Дети быстро ко всему привыкают. Это нам, знаете, взрослым уже тяжело было бы. А деткам, они всему так очень быстро учатся. Попозже закончите. Я тогда вам покажу картину. Так. И купила Даяне вот такой бальзам или кондиционер. Кондиционер. Такой детский. Потому что в последнее время очень сухие волосики. Думаю, кончики, так знаете, чуть-чуть смазывать. Будет отлично. Мама чинит. Так что все, все наши покупочки. А, не можешь. Давай, клей сюда пока что. Ну, оставь здесь. И давайте не еще. Ну да, получается, без помощи все равно никак. Смотри, вот пробуй одной рукой вот так их разорвать. Видишь, как я только что разорвала. Должно получаться. Мама, а у меня круто получилось. Круто? Да. Да. Ой! Нашли лук, папа. Ну, ничего страшного. Вот лепи их сюда просто. Или вот так вот скидывай их и все. Будет прикольно. Научишься, получится красиво. Криво. Где криво? Вот чуть-чуть криво. Да нормально. 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 Потом будет красивая картина. Не закончила в итоге, да, и она картина. Вот все, что она осилила, стало очень сложно. Сказала, когда ручка выздоровеет, это она и закончит. Да? Угу. Посмотрите, какая красотка. Ой, волосы свои напялила. Ой, да весь рот. Ты что? Смотрите, кто у нас теперь в коляске ездит. Как вовремя мы купили, да, такую большую коляску. Кэнди прям вообще, ну прям вообще как смотрится. Я не могу, балдею. Можно вечером выходить, знаете, вот так на улицу с поняшкой. Она ведь будет ярко сиять, потому что лампочки там они такие яркие. Вот такая светомузыка, еще можно музыку включить, и вообще будет прикольно. Да. Да. Может быть какая-то страна была на улице. Вот ручка выздоровеет, будем с коляской гулять, и будет прикольно. Даяна там уже спит. Я сейчас буду тоже ложиться спать. Точнее, сначала смонтирую ложек, и потом спать. Так что, ой, разозревалась. Надо, единственное, не забыть выключить этого красавца. Так что, всем до завтра, и всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова